Летний фестиваль ГТО собрал 28 команд из различных муниципальных образований Республики Башкортостан. Около 200 спортсменов на протяжении года готовились к испытаниям и старались оправдать доверие городов и районов, которые они представляли. Свою физическую подготовку ребятам предстояло продемонстрировать в семи дисциплинах. В первый день школики сдали нормативы в таких видах, как стрельба, подтягивание мальчики, отжимание девочки, наклон вперед, стоя на скамье, прыжки в длину и плавание. Днем позже их ожидали забеги на короткую и длинную дистанции. Прыжок у меня получился почти лучше всех. Сколько прыжок? 244. Наклон у меня не очень получился. Много очков потерял. В этом виде, да? Да. Подтягивание у меня было 11. Там потому что уже пальцы скальзывали и с последних сил пытался. Я так понимаю, потом ты догнал все-таки? Да, в беге. На 60 метров. Время у меня было 7,4. Никто не смог побить. Это время. А длинная дистанция? Длинная дистанция. Ну, я тоже хорошо пробежал. Как твёршит этот район ГТО? Ну, мне он очень понравился. Я хочу, чтобы он дальше продолжался. Помимо Исмогилы, Краснокамский район представляли ещё 7 человек. Это ученики Николай-Берёзовской школы, школы-сёл Раздоле и Новокабаново. Лучшие по итогам муниципального этапа в летнего фестиваля ГТО. В результате двухдневных испытаний по набранным очкам сборная краснокамцев заняла второе место среди 13 команд районов. Треба прошла достаточно неплохо. Немножко подвело у нас отжимания с подтягиванием. Очень жёстко принималось. Принимали уфимские судьи в том числе. Плавание сдали очень хорошо. Проплыли достаточно неплохо, скажем так. И на следующий день у нас команда состояла в основном из легкоатлетов. Они показали очень хорошее время как на 60 метров, так и на 1,5-2 километра. То есть в целом ребята хорошо сплали? Ребята сплали очень хорошо. Заняли общекомандное второе место. Приграли только вечным чемпионом, наверное, которые каждый год выигрывают в Юргазинский район. Они готовятся целенаправленно к этим соревнованиям постоянно. Сейчас перед муниципальным центром тестирования Краснокамского района стоит цель в следующем году подготовить ребят ещё лучше, чтобы одержать победу над действующими чемпионами и побороться наравне с городскими командами. А по итогам этого фестиваля лучшие ребята представят Республику Башкортостан на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в октябре в детском центре Артек.